И это одно из самых моих любимых упражнений для того, чтобы сделать разминку. Только депрессия. Куча упражнений, без всего, они очень важны. Скачем потихонечку вниз. Здорово, атлеты школы воркаута! С вами сегодня говорим о правильной разминке. Разомнемся хорошо, без всяких дополнительных приспособлений, как вы и просили. В тот раз, год назад примерно, я показывал вам упражнения с резиновым эспандером. Сегодня будет куча упражнений. Без всего, хорошо прогреем ваши суставы, подготовим мышцы, разогреем их для начала силовой работы. Как над базой, так и над статическими элементами. Без разницы, смотрим. Самые основные суставовые мышцы, которые нам нужно подготовить, это наши кистевые, локтевые, плечевые суставы. И мышцы, естественно, которые двигают эти наши суставы. Итак, будем рассматривать именно их в сегодняшнем ролике. И будем рассматривать упражнения. Возможно, они покажутся вам не совсем стандартными. И основные принципы, которые вы должны соблюдать для того, чтобы подготовить свое тело именно уже к силовой работе. Итак, первый принцип разминки разогрева будет заключаться в том, что разминку мы будем проводить от средины линии тела снизу наверх для того, чтобы разогнать нашу лимфу. Для того, чтобы максимально освободить наши застойные области от застоев. Итак, так как мы обозначили уже рабочие группы, начнем с наших лопаток. Лопатки и мышцы, которые двигают лопатки, это ротаторы и так далее. Они очень важны. Начнем со шрагов. Просто виснем. Максимально растягиваемся для начала. И затем опускаем плечи. Вот такое вот нехитрое упражнение. Получается подтягивание с премиуми руками. Максимально старайтесь. Увеличьте амплитуду немного. Выводите грудь вперед. Для того, чтобы не только опустить, сделать депрессию лопаток, но еще и подсвести их назад. Все, что делаем в разминке, сделаем примерно по 15-20 повторов. 1-2 подхода будет достаточно, потому что упражнений будет много. И следующим упражнением будут опять подтягивания на прямых руках. Так сказать, лопаточные подтягивания или подтягивания с помощью движения лопаток. Теперь будем делать в австралийском стиле. То есть наклонное. Ложимся под низкий турник. Руки немного шире уровня плеч. И также здесь уже не столько депрессия, то есть опускание лопаток идет. Сколько именно сведения и разведения. Пресс держим напряженным. Ягодицы тоже сжимаем. Ноги максимально напряжены. Расставлены на ширине плеч. Итак, возвращаемся обратно на турник. И это одно из самых моих любимых упражнений для того, чтобы сделать разминку. Упрощаем себе нагрузку за счет того, что наши ноги лежат на табуретке, но делаем в полную амплитуду. Это как раз второй принцип разминки. Делаем прогрессию более легкой, но за счет этого увеличиваем амплитуду. За счет этого у нас лучше прогреваются и разминаются суставы и мышцы, потому что работают в полную амплитуду. Делаем прогрессию более легкой. Если вас интересует данная тема, то возможно вам также будет интересно узнать про наш базовый курс. Я не буду его расхваливать. Посмотрите просто отзывы и описание. Возможно это именно то, что вам нужно знать о калистенике. Так что ссылку я оставлю, как обычно, в описании. Проходите, читайте, интересуйтесь. И возможно именно вы станете счастливым ее обладателем и будете развиваться вместе с нашей школой. Итак, проработали наши тянущие вверх спины. Все мышцы вокруг лопаток. Теперь приступаем именно к толкающим. Здесь хочу бить двух зайцев и сразу проработать кисти. Делаем такое упражнение. На самом деле не совсем стандартное, вы его возможно даже не видели. Это обычные отжимания, наклоны, простецкие. Но делаем вот на таких закругленных брусьях. Они на многих площадках сейчас в России есть. Поэтому решил их выбрать. И скачем потихонечку вниз, увеличивая нагрузку на наши кисти и обратно. Обращу внимание на то, чтобы вот в этой точке не выпрямляете до конца локти. Это не нужно для того, чтобы не сделать лишнюю нагрузку на ваши кистевые суставы. Все делаем в пол амплитуды наверху, но максимально уходим вниз. Здесь также задействован второй принцип, про который мы говорили. Уменьшение нагрузки, ну и увеличение амплитуды. Нагрузка здесь уменьшается за счет того, что вы в наклонном положении не находитесь. Тем самым меньше вес, держите на своих руках, толкаете или тянете, без разницы. А нагрузка, точнее амплитуда увеличивается за счет того, что вы можете дальше провалиться за счет вот таких вот брусьев. В соответствии со вторым принципом разминки и разогрева делаем брусья. Ноги ставим на стул для того, чтобы сделать это все дело попроще. Но максимально уходим вниз и дожимаем себя наверх. Наверху делаем дополнительное опускание плечей вниз для того, чтобы увеличить нагрузку и амплитуду движения. Помогайте себе ногами, ничего страшного здесь нет. Итак, друзья, на этом разминку можно закончить. Мы проработали все основные группы мышц, про которые я упоминал в начале этого ролика. Проработали наши суставы кистей, локтей на отжиманиях и подтягиваниях. Также верх спины отлично задействовали передние, средние и даже задние пучки дельтовидных мышц. Теперь вы готовы к основной нагрузке. Итак, на этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр, как обычно. Лайки с вас, подписка на канал. Только депрессия.